Актуальные темы наиболее волнующие жители округа по данным Центра управления регионом обсудили на еженедельном совещании руководителя муниципалитета Андрея Иванова. Участились жалобы от жителей Голицына на слив из частных домов канализационных вод в ливневые ямы общественных территорий. Такие эпизоды здесь случаются систематически. Ответственные службы реагируют быстро, тампонируют незаконные коммуникации, но вскоре они появляются вновь, так как штрафы за такое правонарушение для физических лиц незначительные. Предлагаю рассмотреть вопросы и, может быть, обратиться в правительство Московской области с внесением изменения в кодекс административного правонарушения Московской области, может быть, в Российской Федерации, для того, чтобы эти штрафы были существенны. Потому что, естественно, если штраф для физического лица будет, в словом говоря, 50 тысяч рублей единовременно, это существенно. Также профильные заместители предложили участить инспекции проблемных территорий и придавать общественные огласки лиц, систематически нарушающих порядок. Давайте публичить информацию там, где мы вырываем эти коммуникации незаконные. И тех своих соседей, которые идут на такое преступление, так скажем, перед окружающей средой, экологией, перед сообществом, пусть тогда соседи знают. Можем печатать и фамилии, номер дома, и фотографии мы можем достать людей, которые, собственно, наверняка в этой территории более чем узнаваемые. Также на совещании обсудили жалобы жителей Одинцова на водоснабжение в МКД по улицам Сколковская и маршала Березова. Просьбы отремонтировать дорогу в деревне Грязь и лестницу возле Успенского собора в Звенигороде. Андрей Иванов призвал заместителей чутко реагировать на обращение людей и устранять неисправности в кратчайшие сроки. И у нас появится некий такой общий перечень вопросов и наши какие-то быстрые решения, которые мы можем предложить. Ну, ямы, понятно, отцепим, утрамбуем. Если где-то нужно подход к площадке сделать более безопасным, сделаем. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.